Наталья, рассказывай, кто это? Здесь сидят молодые петушки, им от 6 до 8 месяцев. Они начинают драться, уже приходится рассаживать. А порода-то какая? Это шамо. А что он лег у нас? Вдруг не встань. Он затаился. Мне кажется, он затаился. А я слышал, что... Бойцовые породы кур не агрессивны к людям. Нет? Почему же? На самом деле опасно с ними. Опасно? Да, и всех предупреждаю, говорю, кто там хочет завести, чтобы, особенно если у кого... А, у кого дети. Нет, нет. У кого дети есть, опасно, что может в лицо... Бросаются еще как. То есть в лицо может лапами ударить? Особенно, да, особенно если с курицей сидит. Если есть кого защищать. Это молодой петушок, ему 8 месяцев. То есть этого года. Это о-шамо и... Значит, о-шамо, чу-шамо. Разница только в весе. Стандарт у них один и тот же, одинаковый. Чу-шамо 3,800, ну, до 4 килограмм. О-шамо, взрослые, от 4,800 и больше. Ну, какой он вырастет, будет известно только где-то к полутора годам. Потому что массу вообще... О-шамо растут до полу... Вообще вот это о-шамо. Я не взвешивала, времени нету на это. И это лето, я говорю, без солнца было. Птица не добрала немножко. У меня вот весной петуха забрали, у него же ровесника. Причем был немного даже поменьше. И везли в теплые страны, на солнце. Так он там раздался очень быстро. А мы их, конечно, с этим... С летом... Вот спина видна вот тоже эти 5. Видно, да? Угу. Слушай, ну это-то вообще огромный. Обращаем внимание на гребень, то, о чем я говорила. Видно, да, где заканчивается гребень и где зрачок. Видно? Видно, видно, да-да-да. Наталья, рассказывай, что это за гиганты у тебя? Это взрослые о-шамо. О-шамо? О-шамо, да. Петушку вот уже два с лишним года, курочка прошлогодняя. От них уже получила детей, вывела. Получились в папу, и в папу, и в маму. Вот тоже видна, да, голова, вот этот вот подвес. И что у курицы, что у петуха. Гребень тоже, да, до глаза видно. Да-да-да-да. Очень хорошо, наглядно. Но это у всех видно, и у курицы, и у петуха. Вот этот петух весит, ну, не этим летом. Солнца, я говорю, не было. Сейчас все-всех похудевшие, сбросившие. Он был около 6 килограмм. Вот в прошлом году. Около 6 килограмм, да. Это когда было солнце, много солнца, травы. Сейчас в этом году у меня даже грудь не особо. У него в прошлом году грудь намного шире была. И более лысое. Да, не то, что было, просто больше мышцы. Без солнца, я говорю, в этом году солнце у нас было от силы месяц всего. Было холодно. То есть лето как такового не было. Но поскольку это племенная птица, мне их особо и раскармливать, и ни к чему. На выставке я их все равно не ношу. На бою не езжу. Если, конечно, его взять и раскормить, да, посадить в теплое помещение и кормить, соответственно, для боя он 6 килограммов будет. Даже побольше будет. Ну, а для боев-то ведь не надо, чтобы он слишком тяжелый-то был. Что там, он же двигаться-то будет тяжело или нет? Ну, нет, но мышцы. Так, у меня там яйцо лежит, надо забрать его. Яйцо. Ладно, давай, забирай яйцо. Где яйцо у нас? Да, вон там лежит. Чтобы не убежали. Не поймали. А покажи яйцо, пожалуйста, нам. Ну, не очень оно, что-то он. Я его забираю. Я сейчас их все равно не закладываю. Смотрю, что это не... Но, кстати, из таких тоже выводятся. Выводятся, да. Да, без проблем. Я забираю, чтобы не клевали. Потому что бывает. Мы их едим. Очень хорошо. Ну, понятно, да. Так, в общем, это О-шамо. Так, это Чу-шамо. Это вот видно, что он поменьше, полегче, как минимум. Сюда идти. Чу-шамо. То есть, Чу-шамо это то же самое, что О-шамо, только разный вес. Да, значит, как бы некоторые люди думают, что вот если хвост вот так торчит, да, то это Чу. Нет, значит, по стандарту у Шамо, неважно, О-й или Чу, хвост либо горизонталь, ровная линия, либо он может быть максимум под 45 градусов. Вот когда птица стоит, под 45 градусов он допускается стандартом, приподнятый хвост. Ну, не 90-й, естественно, не перф торчащий. Сейчас он тут возбудется. А вот у него лапы лысые, то есть голень, голень, да? Это нормально? Нет, это он линяет, это выщипали, это ничего страшного. Это отрасток. Он сейчас в линке, нет. Ну да, он видно перо валяется. Он линяет сейчас. Это не ничего страшного. Это корочка взрослая, ей уже четвертый, да, четвертый год. А сколько у тебя их этих Чу-Шамо и О-Шамо? Производителей? Да. О-Шамо, раз, два, три, четыре петуха О-Шамо. Ну, разных линий, естественно, да, разные. И Чу-Шамо, две линии, но три петуха. Наталья, это кто? Это О-Шамо петух, самый взрослый, сколько, может, четыре года. Но он не такой большой, как тот? Он поменьше, да. Еще раз говорю, О-Шамо, вот и хвост. Две чуть-чуть не совсем ровные линии? Ну да, но как бы... Не идеально, да. Да, но это допускается. Значит, этот петух, ну как бы, еще раз повторюсь, да, лето не солнечное, он у меня был 5200 где-то он весел, вот так вот, 5100-5200. Валентина, а можешь показать, как вот у него перо переливается? Видно его сейчас на камере? Ну, так-то в хандикаб видно, ну, значит, и будет видно. Вот сейчас повернемся. Очень красивый, зеленый от Микота. Видишь, смотри, какая грудь, да, узкая в этом году. А у меня он там, они на фотографиях, он стоит, в общем, летом. Вот такой вот прям. Я говорю, солнца нет. Ну, где-то есть видео вот с моим хентом. Да, это он. У меня просто есть его фотография прошла. Он тогда молодец, правда. Конечно, да, молодец. Он, слушай, более жиденький такой. Сейчас он уточнился. Так, ну и как вот ты отличаешься? Вот с моей точки зрения, что вот это то шамо, что вот тот вот предыдущий чушамо, вот они одинаковые. Нет, если он в руки взять, то станет понятно, что этот тяжелее. Ага, тяжелее. Да, и еще раз повторюсь, сейчас, вот в этом сезоне, птица не в очень хорошем, скажем так, они мало вес набрали. Была долгая зима, во-первых, мы зимой сидели вообще без света, две недели в темноте, птица почти не ела. Ну, там темно было, у нас все провода пообрывало. Холодно было, потом я все ждала весну-лето, оно так и не пришло, солнце появилось, черт знает когда. Да, 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 но цыплят я вывела, как бы это на продуктивную не повлияло, все куры неслись, несмотря на мороз, ну, конечно, кому положено было. Вот, ну, птица, да, в этом году худые. Вот даже молодняк медленнее растет. Они в прошлом году 8 месяцев уже такие были прям, ух. Так, это чу. Это чу. Петух чу-шамо. Петух чу. Курочка о-шамо тоже по весу. Они отличаются только по весу. Курица о-шамо от 3 килограмм и больше. Это о-шамо курица считается. Чу-шамо от 2,5 до 3 килограмм. Но это в стандарте. В принципе, их можно друг с другом о-чу поедить. И получится чу-шамо. Нет, не понимаю. Получится по весу отбирать. То есть идешь на... Хочешь укрупнять вес, укрупняешь. Уменьшать, уменьшаешь. Чу более быстрое в бою. Не знаю, я выводила. Вот в этом году у меня чу очень мало, потому что только было две курочки. Чу маленькие. Именно вот чу-шамо. Вот это вот петух чу-шамо. Он маленький. Вот он сейчас когда встанет... Вот видишь, что он меньше? В руки даже не берет. Даже по сравнению с черным. Ну, по сравнению с черным первым, который смотрели, тут вообще огромное. Нет, ну, того не берем в расчет. Вот черный, который... Вот черный взрослый, четырехлетний. Да, отлив пера вот. Вот черный, видно, что вот этот меньше. Этот меньше. Визуально. 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 Визуально.